Всем панкейк, любимые зрители! Эволюция – увлекательная вещь, которая подарила нам разнообразие природного мира. Но почему на некоторых она остановилась, и мы больше не видим превращений, как, например, с обезьянами? Поговорим об этом в сегодняшнем выпуске. Что же это вообще за процесс и почему он остановился? И самое главное – куда изначально двигался? Люди ошибочно предполагают, что эволюция – это процесс от простого к сложному. И это главная ошибка в понимании, которая приводит к подобным вопросам. За миллионы лет многие животные и растения в своем строении, функциях, наоборот, только упрощались, но при этом чувствуют себя до сих пор восхитительно. У эволюции три основных направления. Это непосредственно биологический прогресс, далее идет стабилизация, но после все становится цикличным, возвращаясь к биологическому регрессу. При этом, все же именно биологический прогресс является основным, магистральным направлением развития. Но далеко не все виды обязаны эволюционировать, не все одноклеточные становятся многоклеточными, не все рептилии превращаются в млекопитающих. Не существует вида, который бы шел в цепочке развития одинаково, приходя к одному и тому же результату. Скорее случалось так, что новый вид не заменял предыдущий, а просто добавлялся к уже существующему. Иначе сейчас бы мы не имели такого безграничного множества биоразнообразия. Это объясняется тем, что одни и те же животные могли находиться в разных условиях, что провоцировало другие процессы адаптации, и цель эволюции несомненно менялась. Так, например, обезьяны, которые жили в африканской саванне, из-за условий жизни начали свой путь очеловечивания. Но те же приматы, которые жили в тропических лесах, с ними чуда не случилось. Они стали современными предками шимпанзе в понимании современной науки. Эти факторы безграничны, начиная климатом, заканчивая соседством с другими популяциями. И исходя из изложенных фактов, человек не заменил приматов, а просто добавился к ним. Почему нельзя воссоздать те благоприятные условия, чтобы цепочка эволюции снова заиграла? Нужно понимать, что некоторые вещи недоступны для повторения. Наш мир и тот, который был миллионы лет назад, это будут два параллельных мира, которые никогда не существовали в общем виде. Ранние условия были в сотни раз благоприятнее, так как не существовало вредных предприятий, в океанах не было этого ошеломляющего количества мусора и отходов. Везде царила природа. Климат был умеренным и более влажным. Антарктида не была покрыта глыбами льда, а температура между зимой и летом не так сильно отличалась. В воздухе было намного меньше процента углекислого газа и вредных примесей. Такие условия позволяли качественно питаться, получать необходимые витамины и снижались риски резких природных катаклизмов. Не стоит забывать, что на то время температурная и климатическая разница на разных материках тоже не была столь огромной, как сейчас. Видам намного легче развиваться в тепле, с большим количеством кислорода и солнечного света, нежели в туманах и кислотных дождях. Чтобы воссоздать те же условия, понадобятся миллионы лет. Отказ от большинства технологий современного мира, транспорта и предприятий. Но это не поможет очистить озоновый слой и грунт. По крайней мере, до того состояния, как он был раньше, точно нет. Человек также использует ресурсы, которые не подлежат восстановлению. Самый популярный пример – пресная вода. В природе это не самовосстанавливающаяся единица, и ее загрязнение и бездумное употребление приводят к тому, что с каждым днем мы все дальше и дальше от условий прошлого. Некоторые люди в обществе правда похожи на обезьянок по поведению, но это еще не подтверждает, что эти милейшие создания – наши родственники. Что если я вам скажу, что наша родословная до определенного этапа схожа с комаром? Более того, даже с дельфином. Знаю, поверить сложно, но это действительно так. До определенного момента развития мы шли одной дорогой, но, а далее? Куча общих факторов, эти пути расходятся и появляются другие, абсолютно не похожие друг на друга виды. Фраза «человек произошел от обезьяны» не совсем верна в своей формулировке. Да, у нас есть общие предки, которые были человекоподобными шимпанзе, у которых был отличающийся волосяной покров, схожая на нас тело и даже некоторые функции, но нет достоверных фактов, что мы получились именно от них в ходе эволюции. Это лишь общий предок, с которым, как и с дельфинами, мы в какой-то момент пошли разными дорогами, начиная создавать отдельный вид вместе с уже существующим, а не заменяя его. На данный момент нет возможности сказать, почему у человека так хорошо начала развиваться речь, и стал такой огромный, многофункциональный мозг, который даже сейчас не до конца изучили. Нужно обозначить, что развитие — это еще и адаптивные процессы для выживания в среде обитания. Дать наш мозг гепарду и объяснить, что он важнее его скоростного бега — это абсурд, потому что для этого животного важно выживание в среде, где он хищник. Речь и знания ему вообще ни к чему, чтобы уговаривать антилопу сдаться сразу. Следовательно, находясь в условиях прошлого, человекоподобным созданием для чего-то понадобился мозг, речь, знание, прямохождение. На сегодняшний день мы можем лишь предполагать, для чего это было и что сподвигло к такой адаптации. Удастся ли нам уже через 30 лет увидеть новых, более развитых обезьян? Только если через 30 миллионов лет, и при условии, что мы, братьям нашим меньшим, мешать не будем и истреблять их тоже. Эволюция — это бескрайне долгий процесс. Это не то, что десятилетия, это в века, миллионы лет. И даже по истечению времени можно получить особей, лишь слегка отличающихся от предыдущих. Резкого скачка может просто не произойти. Вряд ли они заговорят или внезапно научатся читать произведения Оскара Уальда, понимая при этом написанное. Изменения происходят каждый день, даже если мы не замечаем этого. Ведь процесс тоже последовательный и требующий внимания, наблюдения и условий. И что самое важное — потребности. Находясь в данных условиях, у обезьян нет надобности с нами разговаривать, читать или решать математические уравнения. Им прекрасно подходит кушать бананы и качаться на лианах. Утверждать, что все вышеперечисленное им понадобится делать через миллионы лет, глупо и нерационально, потому что предугадать на такой огромный срок — это нереально. Когда-то маленькая травинка не могла даже предположить, что станет одуванчиком, так и обезьяны не думали, что начнут переходить постепенно в людей. Условия жизни в среде обитания переменчивы в зависимости от расположения и климата. Требования к адаптации и времени ее исполнения колеблется от столетий до миллионов. Что будет с нами через 30 лет, сказать нельзя. Только догадываться, что эволюция может создать новое. Или предполагать, как далеко человек пойдет в попытках своего превосходства над природой и будет ее уничтожать, забирая возможность эволюционировать многим видом. Для чего существует вообще вся эта цепь эволюционных перевоплощений? Теперь давайте разбираться, а для чего же, собственно, нужны все эти улучшения? И какая у них основная цель? Все прозрачно. Для выживания. Природа не преследует других целей, кроме как сохранить биологические виды и улучшить их возможность к размножению. Даже официально сформулированная теория эволюции звучит так. Характеристики популяции изменяются в ответ на изменения среды. Причем предпочтение отдается характеристикам, которые повышают шансы живого организма оставить потомство. Полагать, что эволюция специально хотела создать разум в человеке, чтобы тот потом начал уничтожать планету, явно не было в ее задумках. Это просто естественный процесс, который происходит постоянно и более того, даже сподвигает к вымиранию помимо видообразования. На данный момент самой популярной является синтетическая теория эволюции или, простыми словами, современный эволюционный синтез. Данная теория получила свою популярность за счет преобразования взгляда на ряд положений классического дарвинизма совместно с генетикой. В ней все склоняется к тому, что эволюция происходит при наличии трех составляющих. Первым является мутационный вариант генов, который не так ярко и так часто встречаются в виде. Вторым стал фактор рекомбинации, который создает новые фенотипы особей. Рекомбинация дает большое разнообразие генотипов популяции даже при малом количестве мутаций. Завершающим будет процесс определения соответствия фенотипа условиям. Также теория признает естественный отбор и борьбу за существование, что является неотъемлемой частью любой эволюции. Стоит отметить, что популяционный барьер также фигурирует в теории эволюционного синтеза, объясняя это тем, что каждый вид может эволюционно пойти абсолютно любым путем, независимо от других видов. В синтетической эволюции показано, как гетерозиготы служат потенциальным источником процесса развития и постепенной эволюции. Если не получается воссоздать прошлое, будем требовать от обезьян приспособиться к новым и начать эволюционировать. Да, план хорош, но ненадежен. Они прекрасно развиваются и сейчас, но условия стали в сотни раз хуже. В мире много актуальных проблем, которые не только не дают развиваться, но и доводят до вымирания многих видов животных и растений. 65 миллионов лет подряд концентрация кислорода была неизменной, как за последние пару лет начала стремительно падать, снижаясь на 1,02%. Звучит мало, но на деле это огромный объем, который мы теряем. Биосфера страдает, температура неминуемо начинает расти. Имея опыт истории, снижение кислорода носит характер еще и затяжных ледниковых периодов. Но сейчас мы имеем дело с противоположным – глобальное потепление, которое приводит к вымиранию всего живого. Климатический кризис – это кризис здравоохранения, потому что возрастает риск появления новых патогенов с эпидемическими наклонностями. Помимо заболеваний мы можем столкнуться с проблемой массового голода. Изменение климата ведет к окислению и нагреванию океанов, уничтожая морские ресурсы, которые являются источником пищи для многих людей. Из недавних, более известных событий мы видим землетрясение и извержение вулканов, что тоже свидетельствует о бесповоротных изменениях на нашей планете. Еще одна беда, которая постигла современный мир – это разрушение озонового слоя. На него пагубно влияют химикаты, хлорфторуглероды, содержащиеся в бытовой технике, и галлоны, которые входят в состав огнетушителей. Последствия совсем печальные. Ослабление слоя приведет к неминуемому проникновению солнечной ультрафиолетовой радиации, которая будет попадать в океаны и увеличит смертность растений и животных, обитающих там. Человек же, в свою очередь, начнет быстро терять зрение и станет восприимчивым ко многим заболеваниям. Если человечество вымрет, надежда, правда, останется только на повторную эволюцию обезьян. Что же на данный момент говорят ученые про эту ситуацию? Может быть, все на самом деле реально для перевоплощения, и они уже происходят? Пока обезьяны не стремятся снова становиться людьми. Да и мы, наверное, этого не застанем, потому что в современном мире это больше невозможно. Сейчас ученые очень тщательно изучают наших предков. Так, например, проводились исследования на предмет разума и его наличие у человекоподобных обезьян. Удалось выяснить, что четверолапые неплохо справляются с окружающими орудиями, как, например, палка, чтобы достать из ловушки приманку и не угодить в нее. Но назвать это трудом, который происходит намеренно и целенаправленно, как у человека, ученые не смогли. Палки, ветки, камни – это все находится у шимпанзе в доступе, когда они живут в типичной среде обитания. За столько лет эволюции они, конечно, многому научились. Стали строить условные гнезда и сбивать плоды с деревьев. Но действия обезьяны с палкой – это не труд. Ибо в них нет той целеустремленности, которая характерна только для людей. Для животного это рефлекс на новые условия. Он изучает и пытается приспособиться. Часто это еще и подражание человеку, которых шимпанзе видят довольно часто и перенимают некоторые привычки. Также были факты, что шимпанзе могут показывать определенные жесты, которые существуют для обозначения конкретных слов. Но было доказано, что они не понимают значения того, что показывают, и для них это лишь увиденная манера. Поэтому говорить на языке жестов еще не значит быть человеком. Таким образом, мы приходим к выводу, что обезьянки никак не могут стать людьми, потому что ими практически не являются, за исключением каких-то отдельных функций и схожести. Чтобы достичь прорыва эволюции, нужно колоссальное время и намного более благоприятные условия, чем современный мир. Но и главное – должна ли каждая обезьяна стать человеком? Может быть, это нам стоит стать еще более разумной расой? Что вы думаете по этому поводу? Напишите свое мнение в комментариях и не забудьте подписаться на канал, чтобы как можно чаще разбираться в двойственных темах. До следующего выпуска!